Востоковед. Ну, я думаю, ты проще сам перечислишь все регалии, поэтому я надеюсь, вам сегодняшнее мероприятие понравится и вы будете к нам приходить в дальнейшем. Давайте передадим слово. Да, спасибо большое. Сейчас я придумаю просто как разместиться, потому что хочется... Всем видны проекторы первого? А, извините, добрый вечер. Всем видны проекторы? Да, нет, что-нибудь. Можно выключить? Вот этот цвет? Не знаю, можно выключить, Роман? Да, можно. Да, меня зовут Иван Рыскаль. Я учился в институте стран Азии и Африки. Закончил там бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, занимался Ираном, Ближним Востоком. И, ну, в том числе, так получилось, немножко занимался темой исламского государства, поскольку мы устраивали что-то вроде интерактивных конференций межвузовских, когда приходили комиссии, а мы как бы объединялись в команду, будто бы мы делегации стран и как бы такой разыгрывали интерактив, как будто мы решаем действительно серьезные проблемы, связанные с исламским государством, писали по нему аналитические записки, и как-то после этого закрутилось, и довольно много этой темой я занимался. Я, в принципе, уже не первый раз читаю лекцию, и что же там говорить? Вообще-то про исламского государства говорят в последнее время много. И постараемся сделать лекцию максимально разговорной, просто чтобы скорее объяснять, чем грузить какими-то фактами. Фактов там будет очень много, и понятно, что это Ближний Восток, много очень непривычных для нас названий географических, странных названий организаций, странного функционирования и переплетения разных структур. Поэтому я решил сделать, не знаю, лекцию, доклад, стендап из трех частей. То есть сначала рассказать фокологию, кратко, за полчаса, наверное. Потом некоторые общие замечания по поводу в целом ситуации на Ближнем Востоке, потому что исламское государство, оно же не само по себе, оно там как бы вписано в ту вот кашу, которая сейчас там происходит, где и сирийский конфликт, и Ирак, и международные коалиции, и России, и Соединенных Штатов, и Саудовская Аравия, и Катар, и все подряд. И Китай тоже. Вот. Поэтому немножко общих каких-то замечаний не помешает. А потом, я так понимаю, у нас же будут вопросы-ответы. Мне кажется, лучше оставить какие-то пространные темы, наверное, на последнюю часть вопрос-ответы, потому что вопросы наверняка будут, и я даже некоторые из них представляю. Вот. Ну, давайте начинать. Роман, следующий слайд. Да. К сожалению, я без кликера, поэтому иногда буду так говорить. Ответи, пожалуйста, на канал. Я, да. Да, хороша. Вот, в общем, первая из предпосылок, которая стоит знать, это знаменитая всем арабская весна. Она началась в конце 2010-го и шла на протяжении всего 2011-го года, охватила все страны, указанные на этой карте. Синим помечены страны, в которых государства лишили своих правительств, и, возможно, даже своего государственного строя поменяли его. Все остальные нас, в принципе, в меньшей степени волнуют, потому что там градация идет на уровне там публичных выступлений, были ли там столкновения с полицией или не было. Нас интересуют, прежде всего, страны, отмеченные синим цветом. Сирия, вот, наверху отмечены красным. В Тунисе было свергнуто правительство. В конце... Нет, в самом начале 2011-го года. В Ливии, как известно, Каддафи был жестоко убит, и было вторжение иностранной коалиции в нарушение Мадатова. В Египте долгое время была череда переворотов в знаменитую площадь Тахрир, на которой постоянно были восстания, которое сегодня стало таким символом восстания в Египте народного. Правительства менялись много раз. Общая тенденция была такая, что сначала свергли правительство Мубарака, потом к власти начали приходить группировки, ну, скажем так, исламского толка, но уровень, ну, скажем так, сопротивляемости государства, резистентности государственной структуры был довольно высокий. В итоге военные взяли все в свои руки, и поэтому современная структура страны, в общем, сохранилась, потому что военные отстранили от власти исламистов. И сегодня Египет остается советским государством, хотя, как вы знаете, у него много проблем. Экономика у него в очень плохом состоянии, армия занимается исключительно внутренними делами, и плюс, знаете, все инциденты печальные с нашим сбитым Боингом над Синаем. На Синае идут бои с террористическими группировками, и в целом страна сосредоточена сейчас больше на себе. То есть, если когда-то Египет времен Насара или Анвара Садата в 20-м веке был одной из региональных держав, то сегодня Египет скорее занимается своими проблемами. Хотя, вернемся к этой теме еще. Йемен, синенький кусочек, внизу Аравия, на юге. В Йемене также было свернуто правительство, которое бежало в Саудовскую Аравию, и сейчас находится в Эр-Рияде. А в самом Йемене страна раскололась на север и юг. На севере воюет коалиция под руководством хуситов. Это шиитские организации, заиитского толка. Потом, если что надо, расскажу, что почему. Самая боевая их часть — это группировка Ансар-Ала. Это важно, потом об этом упомянем. Воюют они там против остатков правительства в южном Йемене. И части Северного Йемена, который поддерживает Саудовскую Аравию и позвал туда всех своих друзей арабских. Хотя в основном воюют, а она воюет с помощью денег, воюют очень неэффективно. Огромное количество мирного населения уже погибло. Саудовская Аравия потратила очень много денег и техники, результата никакого. Потому что хусит и вообще Йемен — это мощная боевая страна, в которой зарегистрированных единиц оружия в два раза больше, чем у населения страны. То есть у каждого младенца по два автомата. Это не шутка. Это один из крупнейших имфоружий в мире. И при этом они, что называется, горцы. То есть они умеют за себя постоять. И сейчас война идет, в том числе, на территории Южной Саудовской Аравии. И, наконец, Сирия, отмеченная красным. Там арабская весна началась с того, что пытались свергнуть правительство президента Башара Асада, который унаследовал своему отцу в 2000 году. Но до сих пор это сделать не получилось. То есть до сих пор в Сирии идет гражданская война, которая до конца экрана не видна. Хотя, как мы знаем, вот в Астане только-только сейчас заканчивается конференция. Очень важно. И, наконец, Ирак. С Ираком история интереснее. Наверное, прежде чем прийти к Ираку, вообще замечаем. Почему произошла вот эта арабская весна? То есть, с одной стороны, это цеплялось одно за другое. Это была тенденция. Ее в свое время много писали книжек, статей на эту тему, что вот этот феномен такой сетевой революции, сетевого бунта, поскольку организовывался она через социальные сети и флешмобы. Буквально за где-то год до арабской весны был покупай Wall Street, про который тоже очень много писали экспертов, что вот впервые огромные массовые протесты организованы исключительно через Twitter и Facebook. И вот мы вступили в новую эпоху, когда общество мобилизовывается через соцсети. Вот арабская весна — это пример того, как через соцсети можно мобилизовать огромный регион, сотни миллионов людей. Но были предпосылки. Дело в том, что большинство стран этого региона, ну вот кроме разве что отчасти Египта, Турции, Ирана, все остальные страны — это бывшие страны, либо входившие в состав империи напрямую, например, Османской, либо страны, которые были под колониальным господством Европы. И независимость этой страны все получили где-то между 1919 и 1970 годами. Если ничего не путаю, по-моему, сам последний был Оман, когда он официально стал. Да, ну вот, короче говоря, эти страны, они, в общем, довольно молодые. А что самое главное, у них искусственные границы. То есть мало каких-то этих стран, они формировались естественным образом. Получилось так, что правительство этих стран управляет территорией, которая нарисована на карте, а какой этнический социальный состав, не говоря уже о культурном и религиозном, не говоря еще о племенах, это очень важный момент, то есть клановый состав этих территорий. Тут уж каждому приходится мириться с тем, что они имеют. Ладно, следующий слайд. Да, это Ирак. Сейчас скажу, что здесь, в желтом отмеченной территории, преимущественно, где проживают суниты, на юге синим цветом закрашенная территория, где проживают, вообще на самом деле странно, он должен быть синий, это синий цвет, в смысле зеленый должен быть, ну а здесь он синий. Это территория, где проживают шииты, а там еще на северо-востоке есть территория, где проживают курды. Соответственно, Ирак в том виде, в котором он стал независимым королевством Ирака, а потом, ну если вкратце, то это было королевство Ирак с 30-х годов, в 50-х была революция, свержение правительства, переворот, и к власти пришли военные, с 50-х по 70-е, там было, кажется, 11 военных переворотов, и в итоге к власти пришел Садам Хусейн, который установил в стране порядок с помощью довольно жестких радикальных мер, он также был военный, принадлежал партии БААС. Партия БААС, это тоже реликт 20-го века, одна из идей того, когда страны стали независимы, как можно, какие государства строить. Была идея, которую больше всего продвигал Насар, президент Египта в 50-х, называлась она концепция панорабизма, что все арабы вместе должны будут сотрудничать. На короткое время даже была создана Объединенная Арабская Республика. Сирия объединилась вместе с Египтом, даже Ливия туда стремилась войти, то есть они хотели одно государство, но в итоге она просуществовала пару лет, фиктивно и распалась. Но тем не менее была концепция панорабизма. Больше всего она проявила себя в сочетании партии БААС, партии социалистического возрождения. Идея этой партии была в чем? Что мы объединяемся по принципу того, что мы арабы, что мы независимые суверенные государства, и главное, на принципе свескости. То есть не по религиозному принципу, а по принципам, скорее, правовым, юридическим. Эта партия имела большое количество ответвлений, то есть это была настоящая сетевая структура, она была и в Египте, ну, в принципе, во всех странах. Вот, например, в Сирии Башар Асет, он, прежде чем стать президентом, когда умер его отец, он сначала автоматически унаследовал пост главного секретаря партии БААС в Сирии, а только через месяц стал уже президентом Сирии. То есть фактически Сирии управляет партия БААС. У нее также есть иракское отделение, которое в свое время возглавлял Саддам Хусейн и активно его продвигал, ну, далее в других странах, они там просто слабее уже, так называемые БААСисты. Вот Саддам Хусейн управлял Ираком жесткой рукой, и самое известное, что мы знаем из его преступлений, это когда он на курдов сбрасывал бомбы с газом, с хлорином и прочее, пытаясь решить вопрос культского сепаратизма. Не будем ходить в сторону, но как бы курды — это большой разделенный этнос, достаточно хорошо себя осознающий, хотя и, ну, в целом действительно разделенный даже каким-то культурным уже признаком. То есть сложно представить, чтобы они объединились в единое государство, но тем не менее, в каждой стране, в которой есть Курдистан область, а это Ирак, Иран, Турция и Сирия, везде Курдистан — это такой проблемный, сложный регион, который вот-вот может отделиться. Саддам Хусейн его просто-напросто прижал каблуком, то есть всякий шесткий сепаратизм он подавил, если надо, деревни массово вырезал, сбрасывал химическое оружие, и в стране сунниты составляли меньшинство. Но при этом они с помощью партии БАОС управляли страной, и, в общем, Саддам Хусейн сам был суннитом, в его правительстве не было ни одного человека, разве что, по-моему, Нурри Аль-Малик, его премьера, он был христианином. Все остальные были сунниты, естественно, из партии БАОС, единственной партии в стране. В 2003 году Соединенные Штаты решили захватить Ирак. Причину, ну, об этом, раз уж там лениво не говорил, но нефть обычно называется как основная причина. После 11 сентября пошли разбираться с террористическими организациями сначала в Афганистане, потом в Ираке, якобы. Говорили тогда, что на самом деле за нефтью пошли. Вообще, конечно, сложнее, потому что в США тогда был, ну, такой дух крестоносцев, когда действительно была идея, что мы можем взять и исправить ситуацию в ручном режиме. В Ирак вторглись, достаточно быстро его разгромили. Саддама Хусейна повесили, без суда и следствия, но был допрос. Вот, после этого начали строить там то, что они представляли себе как демократическое устройство. Ираком строили они его вот по какому принципу. Смотрите, большинство населения страны — это шииты. Давайте мы дадим власть шиитам, которых до этого угнетали, и пусть они сформируют новое правительство. Но если шииты будут полностью руководить правительством, то это будет как-то, ну, получается, что теперь шииты у нас главные. Давайте мы это разбавим третьей группой, давайте мы это разбавим курдами. И в итоге оба президента и талабани, нынешний, тоже хотелось голову, кто его зовут, но они оба вообще-то курды в происхождении. То есть они активно сотрудничали с курдским движением, с партией Барзани и прочее-прочее. То есть получается, что президент страны — курд, его правительство — это шииты. И вот как бы в такой связке они существуют. В 2011-м они заключили хорошее соглашение о том, что Курдистан получил довольно большую степень автономии и просто платил деньги центральному правительству, фиксированную сумму. То есть вроде как помирились, договорились. Еще важно, что неподалеку и в шиитских регионах, и в курдских находятся основные ресторождения нефти. Соответственно, это источник дохода, где там же находится нищенная инфраструктура. То есть на юге — это вот там порт Баса, огромное месторождение. На севере — это в районе где-то Ирбили и Киркука. То есть сегодня Киркук уже принадлежит курдам, тогда еще не принадлежал, но нищенная инфраструктура все равно под их контролем находилась. И таким образом они нарушили на самом деле хрупкое равновесие, потому что они недооценили ответную реакцию. Я имею в виду американцев сейчас, американская администрация, которая всячески старалась пестовать свое детище иракской демократией. Идея была такая, что мы им продаем оружие, корпорации на этом зарабатывают, страна вооружается, страной управляют шииты и курды, и вроде как бы это демократия. А суниты, ну, как-то там договорятся. А деле получилось так, что, во-первых, шииты, получив власть, активно начали сдвигать сунитов на те позиции, которые раньше были у шиитов. То есть ты там мелкий муниципальный чиновник, ты сунит, ты лишаешься должности. Скорее возьмут шиит. И это касалось всех, начиная от мелких-мелких бюрократов и заканчивая там министерскими должностями. А во-вторых, американская администрация уничтожила партию БААС. Она ее сначала делегитимизировала, а потом уволила всех представителей этой партии со всех своих мест. Но вообще-то партия БААС, вот это иракское отделение, она была в государственной партии единственной в стране. Если ты кадровый офицер и ты получаешь должность там высшего сержанта, ты автоматически становишься членом партии БААС. Просто у тебя партийный билет лежит дома. И в итоге они уволили все руководство армии, большую часть офицерского состава, все политические структуры, и эти люди оказались вышвырнуты на улицу. Хотя далеко не все из них, даже, высказал, меньшинство из них, были какими-то радикальными. То есть большая часть из них были просто людьми, делающими свою карьеру. Можно следующий слайд? Да. Соответственно, у нас получилось, что с 2003 года на улицах формировалось огромное количество, скажем так, деклассированных элементов, пауперизированные. То есть беднеющие семьи, такой бывший средний класс или бывшая почти элита государства, офицеры, силовые структуры, полиция, администрация, мелкая бюрократия. Вот это все было вышвырнуто на улицу. И постепенно начало формировать кружки подпольные. Какие-то из них были более политическими, какие-то из них были более радикальными. Вот одним из таких кружков, воспользуясь ситуацией, стал вот этот человек, Азар Каули, который вообще прославился изначально в Афганистане своей жестокостью и действовал там вместе со самым Винладовым параллельно. Воевал он в Афганистане, потом в Пакистане. Потом, через некоторое время, он приехал в Ирак и создал там джемаат Атухидва Аль-Джихад. Армию единоборжей джихада. Идея была очень простая. «Все сунниты, объединяйтесь, свергнуть шуитов, изгнать неверных американцев из страны. Ирак для суннитов. Все объединяемся». Сам он был фанатиком. Все свельства очевидцев, которые знали его, лично говорят, что он вообще мир видел. То есть вечный джихад, вечное убийство неверных, вечное их обращение в ислам. Но тем не менее, он создал эту группировку. И в тогдашнем хаосе Ирака, который только что был захвачен американцами, он устроился в городе Фалуджи. Это в центральном Ираке. И там отмечен Масул, Фалуджи, она как-то южнее чуть-чуть. Весь город был под контролем этой группировки. И потом была отдельная операция американских войск по захвату этого города, уничтожению этой группировки. Можно следующий слайд? В 2006 году, в октябре, эта группировка объединилась с другими группировками. Здесь я перечислю 4. Совершенно не обязательно запоминать, но я, которые первые приходят в голову. Их, по-моему, было 9 всего. В итоге они объединились все, десятерон, и создали группировку, которая называлась Исламское государство Ирака. Исламское государство Ирака курировалось изначально Аль-Каидой. Курировалось в том плане, что на нее выделялись деньги Аль-Каиды и советники, которые помогали ее организовывать, собственно, свели вместе все вот эти группировки. Это были советники Аль-Каида. Почему? Потому что у них был большой опыт организации сетевых структур. Как мы знаем, Аль-Каида до недавнего времени была самой такой главной бякой на планете, самой крупной террористической организацией, самой богатой. Можешь следующий слайд? Да. Сам Азаркавий был убит. В ходе одного из былых столкновений. Американцы очень крупно за него назначили сумму. Кажется, его сдали. Один из его духовных наставников. Через него американцы вышли на место положения Азаркавий и убили его. Организацию стали руководить два человека. От Аль-Маз и Аль-Багдади. Аль-Багдади, в принципе, он не имеет никакого отношения к нынешнему Абум-Макру Аль-Багдаде. Он просто тоже из Багдада. Аль-Маз – это Маср, это Египет. То есть он из египетских боевиков. Его карьера тоже началась в Пакистане. Потом он в Египте руководил боевыми организациями. Потом он пришел в Рак. Тут как раз сводилось хорошее место у Азаркавы. Он пришел под его крыло. Азаркавы убили, он возглавил организацию. Так появилось Исламское государство Ирака. Группировка осела в Масуле, в севернее от Фалуджи. И, в общем, занималась там подпольной деятельностью. Организовали достаточно большое количество терактов. Шли по стопам Азаркавы. У Азаркавы самый знаменитый теракт – тройной взрыв в отелях в Аммане в 2007 году в Ордании. Там несколько сотен человек погибло и прочее. Вот они пошли по стопам. Они убили несколько тысяч военнослужащих иракской армии, шиитов в основном. И части американских военных. То есть массовый террор. Идея точно такая же. Давайте сгоним всех. Наше государство будет суньицким, оно будет шариатским. И оно будет исламским. Никакого светского государства. Хотя это было прикрытие. Может быть, они бы и строили светское государство. Но в какой-то мере светское. То есть не обязательно оголтелый фанатизм. Просто они понимали, что их основные враги – это шииты и курды. Потому что шииты и курды никогда не позволят в этом пройти к власти. Значит, диалога с ними не может быть. Может быть, только война. Вот там на востоке ведь находится Иран шиитский. И Иран и Ирак – это вообще два бесконечных раевала. А вот сегодня Иран, Сауду-Скараби – тоже суньиц, шиит. То есть религиозный конфликт. В итоге они вдвоем тоже были убиты. Как и все руководства тогдашней группировки Исламское государство Ирака. Это произошло в 2010 году, в июне. И вот что интересно. Во главе этой группировки встал Аббакр Аль-Багдаде. Тот самый, который сегодня возглавляет Исламское государство Ирака и Леванта. Я не буду говорить, запрещенную в России организацию. Все правильно. Что тут интересно. Это как бы тоже никаких прямых свидетельств нет. Но в чем здесь делать? Дело в том, что Аббакр Аль-Багдаде вообще был таким клериком мелкого пошиба, малоизвестным, который имел кое-какое религиозное образование и пытался преподавать в мадресе, в религиозных школах в Агдаде и в Масуле. Не очень получалось. То есть не было известно. Но он как-то радикализировался, попал там в какую-то банду, потом он там был замешан косвенно в теракте. В итоге он попал в американский лагерь, в тюрьму, в лагерь Кэмп Букка. Странное название Букка. Его назвали в честь Бука, так называли пожарного, который погиб 11 сентября, когда тушили братья-безинцы. Его в честь этого пожарного назвали концентрационный лагерь в Ираке. И там содержались самые опасные преступники, пособники террористов и прочее прочее. А там Али Магдаде сидел довольно долго, с 2007 по 2010 год. И в итоге его выпустили оттуда. Поскольку прямых связей у него не было, но он вроде как... Ладно, отсидел. Вот его выпустили, и с перерывами в две недели вместе с ним выпустили еще большое количество людей, в общество, где-то 7-8 человек, каждый из которых потом занял руководящие должности в Исламском государстве. И через два месяца после того, как его выпустили из тюрьмы, было уничтожено все руководство Исламского государства Ирак. И он его возглавил. Он просто знал оттуда людей, а так как руководства никого не осталось, то вот он сказал, что смотрите, меня так что выпустили из тюрьмы, но я там познакомился с большим количеством людей, которые бывшие офицеры Саддамовской армии, бывшие достаточно хорошие чиновники в силовых структурах, вот давайте новую организацию сделаем на уровне баасистских структур, давайте мы будем сотрудничать с кружками партии БААС, с подпольными офицерами, и все вместе востроим новую террористическую организацию. Ему удалось сплотить вокруг себя людей, причем вот я сказал, что это мутная история, потому что напрашивается вывод, что это все было немножко подстроено. как бы лидеры группировок, ну мы тоже к этой теме вернемся, что лидеры группировок, они в принципе, да, они периодически погибают от авиаударов, они погибают там по наводке, но редко когда погибают с такой периодичностью и так удачно, и в таком составе. Косвенно можно предположить, что каким-то образом его пытались завербовать. Не то, что вы сами американцы, но известно, что американцев о связи с Аль-Каидой довольно много, не потому, что они когда-то создали, ну то есть курировали, а потому, что даже на современном этапе это же все перемешано, как бы вот террористические организации, разведка, там крупные деньги, это же все как бы перемешано, там такая вот серая зона. В этой серой зоне с Аль-Каидой было много связей. Возможно, Аль-Каида хотела каким-то образом договориться с Соединенными Штатами, но поставить своих людей в исламское государство Ирак. Людей из тюрьмы выпустили, неугодных людей устранили, поставили новое руководство. Отличие главное было, что с этого момента исламское государство Ирак стало состоять не из фанатиков, а преимущественно из бывших офицеров, которые вот их находили там по сусекам, всякие подпольные кружки и приглашали бывших кадровых военных. Следующий слайд. Дальше происходят интересные изменения. В 2013 году, сначала в 2011 году, Абубакр Аль-Багдаде посылает одного из своих людей, Джулани. Человек довольно странный, потому что, честно говоря, про него ничего не известно практически, но он появляется, он даже дает интервью, и обычно он спиной сидит. Есть какие-то редкие фотографии этого Джулани, то есть не суть, насколько это реальный персонаж, он действительно еще жив, но на тот момент действительно он послал одного из своих сводвижников, Джулани, в Сирию. В Сирии тогда как раз началась Гражданская война, то есть это 2011 год, где-то полгода назад вооруженное восстание против Асада, и восстание, которое началось, оно изначально, в общем-то, было вооружено, но светским. То есть его поднимали не фанатики, которые там резали голову или что-нибудь такое. Это та самая изначально сирийская свободная армия, которая вот с тех пор называют умеренной позицией, хотя она так сильно трансформировалась, что, конечно, уже сегодня ее так особо нельзя назвать. Но тогда она действительно представляла собой, ну, как бы, боевую, но все-таки умеренную позицию, с которой можно договариваться. Вот туда решили подлить масло в огонь. И по прямому приказу Айман Азе-Вахири, руководителя Аль-Каиды, Абубак Аль-Багдади, руководитель Исламовского государства Ирака, посылает своего сподвижника Джулани в Сирию, где тот на эти деньги основывает организацию Джабхата Нусра. Ту самую, которая до сих пор существует, она называется Джабхата Фата Хальшау сейчас. Ну, они, сколько названий не меняют, то же самое. Идея была в том, что это должно быть ответвление Аль-Каиды в Сирии и прямое предстоительство Аль-Каиды, которое будет заниматься там подрывной деятельностью. Что такое подрывная деятельность? Это не только террористические акты и опытная организация процесса борьбы с правительством. Это еще открытие каналов поставки нелегальной вооружения, боевиков, провиант, логистики, чего угодно. Следующий слайд. Ром? Да, спасибо. Вот. Тут происходит довольно интересный момент. Если в 2011 году было успешно создан Джабхата Нусра и оно начало действовать на территории Сирии, то впоследствии туда пришло еще и само исламское государство Ирака. И в период между январем и, кажется, я сейчас скажу, ну, условно, августом, верхней планкой можно назвать август, 2014 года начался серьезный конфликт между Джабхатом Нусрой и исламским государством Ирака. Началось это с того, что Абубакр Аль-Багдаде объявил, что Джабхатом Нусра находится в его подчинении. Да, он находится в подчинении Аль-Каиды, но Джабхатом Нусра это его вассал, а еще мы теперь с Джабхатом Нусра называем себя исламское государство Ирака и Леванта. Ну, Леванта это такое историческое название этой области. Это Сирия, Палестинская, Сиро-Палестинская региона. И где-то через несколько недель после этого произошло официальное заявление Джулани, где тот сказал, что нет, он не является вассалом исламского государства, он является вассалом Аль-Каида. Что подтвердило Аль-Каида и сказал, что конечно, какое еще исламское государство, вы как бы вообще в стороне, вы в Сирию не лезьте. Тогда исламское государство начало действовать в Сирии самостоятельно. То есть, раз уж оно объявило себя уже исламским государством Ирака и Леванта, то оно начало действовать и там, и там, создавать ячейки в Сирии параллельно с Джабхатом Нусра. С Джабхатом Нусра начали открытые выстолкновения с исламским государством и довольно кровопролитные бои между ними шли всю первую половину 2014 года. Погибло несколько тысяч человек с обеих сторон. Ну вот интересно, кто с кем воевал? И тут можно выделить такой новый этап трансформации исламского государства с Ирак и Леванта, ИГИЛ. Дело в том, что у ИГИЛ неожиданно появился актив на территории Сирии, который позволил ей выйти из-под контроля Аль-Каиды. Если на территории Ирака это были офицеры партии БААС, то на территории Сирии это оказались с турецкой стороны прибывшие туркманы и шишани. Огромное количество разных людей с приставкой «шишани» в конце слова. С кончанием. Шишани — это чечени. Большая часть из них это выходцы из Панкинского ущелья, то есть это боевики, воюющие там, бывшая попытка создания Ичкерии, Дагестана, из этой области. То есть в Сирии это чеченцы, в Ираке это баасисты. Дело в том, что понятно, что чеченцы, они и туркоманы. Ну туркоманы — это выходцы из Центральной Азии в основном. То есть Узбекистан, Туркменистан, часть Казахстана. Понятно, что все эти части являются гастролерами для территории. Они туда пришли люди, они профессиональные военные, которые пришли туда зарабатывать деньги, воевать. Местное население их за своих не считает, а они не считают местное население заслуживающим какого-либо внимания или опеки. Поэтому они прославились своей жестокостью и одновременно профессионализмом. Вот, собственно, там в углу человек с рыжей бородой это Абу Мара Шишани, руководитель этих чеченских отрядов, которые, в общем-то, уничтожили наступательный потенциал Жамхатан в Усру и не позволили ей перейти в полномасштабное наступление на исламское государство. Нужно понимать, что при этом в Сирии еще идет гражданская война. Параллельно сирийская свободная армия воюет с силами Асада. Как раз в это время Асаду на помощь приходит организация Хезбалла из Ливана. А Хезбалла это организация, курируемая напрямую из Ирана. А так как Сирия союзник Ирана, Иран послал ей сначала советников, потом вооружение, а потом еще и бойцов Хезбаллы. До сих пор ударных частей армии Асада. Они в основном под Дамаском сосредоточены, хотя вот недавно, в последнее время вот вижу видео разные, ну там, с фронта. Как-то вот они активно стали действовать еще на направлении на восточном, то есть подолея, по Дейр-Азору, там тоже очень много стало явных избалок. Ну их можно как бы внешне отличить по вооружению и по внешнему виду. Так вот, началось противостояние Меджабхата Нусра и ИГИЛ. Меджабхата Нусра понятно создана Аль-Каидой. Она курируется Аль-Каидой, она официально получает приказы от Аль-Каида, это Аль-Каида. Аль-Каида это в большей степени скорее Саудовская Аравия, поскольку она изначально создавалась на базе Саудовской Аравии. Бен Ладен представитель одной из богатейших кланов Саудовской Аравии. И Саудовская Аравия достаточно сильно курирует Аль-Каиду через службу общей разведки. А Исламское государство получилось как бы независимым, потому что непонятно, кто его курирует. Но понятно, как туда попадали Шишани, вот эти испанкистского учебия. Попадали они через Турцию. Долгое время можно было увидеть даже просто по открытым источникам. У них большинство были Твиттеры и Инстаграмы, где они фотографировались в Стамбуле. Было создано несколько организаций ну не буду смотреть, где он тут выписал. Было несколько организаций на территории Турции, которые воевали. Вот я говорил, что в Турции есть тоже проблема с курдами. Так вот, они должны были воевать в восточных районах за Эрдогана и против курдов. И туда звали всех, кого можно из тех регионов, которые Турция считает своей сферой интересов. А Турция при Эрдогане активно развивает идею пантюркизма. Это и Крым, это и Татарстан, это большая часть Центральной Азии. Соответственно, любые боевики оттуда, они старались их призывать и каким-то образом формировать боевые организации. Когда в Сирии открылся новый фронт, оказалось, что там есть чем заняться, есть деньги, есть независимые организации перспективные, они потихоньку начали переезжать туда. Турция на это закрывала глаза. Когда-то, вот я говорил, когда у нас была интерактивная эта игра, это все как-то было немножко, об этом говорили специалисты региону, об этом говорили эксперты, но как-то немножко конспирология, конспирология все это отдавала. Хотя с тех пор еще много воды утекло, вот когда у нас в Турции был разрыв из-за сбитого самолета, но сказать, что у нас по государственным каналам показали все, что можно. И схемы поставки денег в исламское государство из Турции, и нефть, и как боевики эти туда ездили, и там куча авторских передач про каждого из этих боевиков. То есть, пожалуйста, вбейте в интернете, смотрите, это, ну, это действительно хорошее, грамотное фирма, просто вот, политическая конъюнктура изменилась, и, что называется, ордоганом пропесочили по полной. Все это стало явным. В этом как-то особо не говорили. Но Турция сыграла свою роль, Турция очень хотела, чтобы режим осуда перестал существовать, чтобы Сирия раскололась, потому что Турция считает, что северные регионы Сирии это, в общем-то, несправедливо отобранная на меня область, там, республика Хатай. Это еще вообще, это, там, 30-е годы, 20-е века, но это до сих пор в памяти людей, что вот была Османская империя, она распадалась, она распадалась не сама по себе, разваливали там Франция, Англия и сами проводили границы и отбирали землю. И турки, конечно, хотели, чтобы режим рухнул и получить там какой-то кусок территории и влияния. А заодно, естественно, это же союзник Ирана, значит, еще и Иран отодвинуть к региональному державу, а еще и получить такое вот выгодное геополитическое положение, где тут тебе и Ирак, и Саудовская Аравия, и Израиль рядом, то есть вот можно со всеми взаимодействовать, на всех влиять. И они активно поддерживали ИГИЛ именно боевиками, которые были гастролерами. И вот эти самые пришлые элементы позволили ИГИЛ создать независимую силу и как бы чуждую для вот этого сложного клубка исламистских или светских или самого разного плана течений, которые существовали до этого на Ближнем Востоке. Интересно, что бои между ними происходили под Олепто, несчастно, мегастрадально. Ладно, можно в следующий слайд? Следующий слайд показывает, что происходило, пока они решали свои вопросы. Исламское государство не дремало, оно проводило экспансию по всем направлениям. сначала Раку, нынешнюю, условно, столицу исламского государства, сначала взяла Джабхата Нуса. Вместе Ахра-Раш-Шан, Сирийская Свободная Армия, все те, кто тогда считался как бы умеренной оппозицией. Хотя уже тогда вызывало вопрос, почему же Джабхата Нуса умеренная оппозиция. Но они с боем взяли город Рака и в августе их оттуда выбило исламское государство. То есть это уже был удар в спину, довольно неожиданный. С сих пор там начались боевые действия. Главное происходило в этот момент в Ираке. Вначале они взяли город Фалуджа, тот, с которого все начиналось. Я находился в Азаркалу, где было первое государство. Джамата, Тухи, Два, Джиха. Затем они брали декрит. Главное они взяли Масул. Масул, это город был с населением более 2 миллионов человек. и взяли они его силами кажется 15-тысячной группировки. При том, что в городе на тот момент находилась 70-тысячная иракская армия, вооруженная американской техникой на что-то около 100 миллиардов долларов. Армия просто разбежалась. Почему многие так задавались, как же так, как тут несколько тысяч человек, так удачно взяли огромный, многомиллионный город. включил партия БААС. Дело в том, что Масул, один из крупнейших городов Ирака, естественно, там находилось больше всего вольных представителей партии БААС. И когда город брали, фактически его взяли изнутри. То есть почта, телеграф, вокзалы. Везде оказались свои люди, которые вовремя все это дело отключали. Включали телефонную связь, интернет, отопление, взрывали склады, перекрывали дороги, заранее закладывали мины. То есть грубо говоря получилось, что город Масул оказался ловушкой для своих защитников. Тогда это была правительственная армия иракская. Иракская армия с позором оттуда отступила с огромными потерями. А исламское государство там пополнило свои ряды выходцами сил правопорядка, полицейским. много там натворилось всего. Но главное, что там они получили огромное количество оружия, очень много денег, много новых бойцов и пошли дальше в сторону Багдада. Взяли Тикрит. Самое интересное, что только они взяли Киркук, на пути к Тикрит и потом пошли вниз уже к Багдаду. У них за спиной Киркук отобрали курды. Очень вовремя. Ну, курды как бы смекнули, что там находятся нефтяные месторождения. Город оборонить трудно. Потом вернемся. Они его тихаря, как только оттуда вышли войска ИГИЛ, они его заняли. И до сих пор Киркук находится под контролем курдов. Курдов иракских. Можно следующий слайд? Там, по-моему, будет карта. Да. Вот это там будет еще потом хорошее. Вот так выглядело исламское государство на 15-й год. Можно сказать, что это максимальные успехи исламского государства, которое удалось достичь. Вот на тот момент это казалось несокрушимой силой. Богатые они не взяли только потому, что иракская армия, которая уже была окончательно разбита, неожиданно пополнила средами шиитского палачения пешмерга из южных регионов. Все пешмерга курировались и набирались Ираном. Там были иранские офицеры. Иран перебросил несколько батальонов подразделения КОЦ, корпуса стражи исламской революции, а это элитные части иранские, которые изначально создавались для такой, как бы сказать, есть такой термин, типа война четвертого покорения, гибридная война, война, которая идет бесконечно, и где нет такой линии фронта один против другого, где воюют группировки, непонятные, где конец и край. Перебросили туда эти подразделения в главе с знаменитым генералом Косемом Сулеймани, тогда он вообще был полумифический персонаж, но под его руководством иранские войска смогли остановить наступление исламского государства. Багдад исламское государство не взяло. На Западном фронте ситуация тоже, как видим, довольно печальная, потому что Дамаск, он находится там, где снизу такой отросточек, в конце этого отросточка находится Дамаск, то есть на конец 15-го года создалось ощущение, что исламское государство может взять и Багдад вот-вот и Дамаск. Соответственно, тогда у нас перестает существовать Сирия, на территории Сирии больше нет группировок, которые могут противостоять исламскому государству. И оно, скорее всего, начнет просто их абсорбировать. То есть оно самое авторитетное, самое большое, и другие просто начнут присягать ему на верность. А взяв Багдад, они фактически приумножат. свое могущество, даже можно сейчас об этом сказать, потому что именно в этот момент они объявили себя халифатом. Абубакр Аль-Багдад объявил себя халифом, выступал с кафедры мечети 8-го века в городе Масул, одной из древнейших. Он сказал, что он теперь новый халиф, он взял новое имя Абубакр, он теперь был Аль-Хусейни Аль-Курейши, Акурейши это прямая ссылка, что он из рода приближен к пророку Мухаммаду. Вообще черное деяние, черный измайон ИГИЛ, это все отсылки к Аласийскому халифату, одному из самых могущественных периодов в истории арабских завоеваний, когда существовал единый халиф, единый лидер, Великая империя, которая протестировалась от Индии до Франции, как мы знаем, при Пуатье остановили арабов. И вот это была прямая отсылка к этому величию «давайте создадим Исламскую империю всемирную». И дело в том, что столицей халифата Аббаситского был Багдад. Если бы они его взяли и перенесли туда свою столицу, это, конечно, выглядело бы очень сильно. То есть с точки зрения истории, как историка, это бы выглядело как символический знак рождения новой империи. Поэтому мы ни в коем случае не могли позволить это сделать, и у них так это не получилось. Можно следующую картинку? Там просто на следующей картинке будут тоже карты, но здесь будет картинка. Короче, я просто нашел более удачную карту. Дело в том, что когда мы здесь проводим границы, они довольно абстрактны. Все-таки нужно понимать, что большая часть региона это горы, пустыни или равнины. И основные боевые действия обычно идут за опорные точки, за города и дороги. Поэтому вот когда мы так закрашиваем жирным цветом что-то все исламское старство, это немножко абстрактно, потому что, например, на юге вот этот огромный кусок, там практически везде пустыня, там ничего нет. С тем же успехом можно сокрасить это в другой цвет. Также как вот эти отростки. То есть что это за отростки? То есть если посмотреть на карту там, ну условно Второй мировой войны, то это выглядит так, что ну понятно, нужно срочно танковыми глинями этот отросток уничтожать. То есть все, армия попала в окружение. На самом деле нет. На самом деле вот вокруг этого отростка ничего нет, пустая территория. То есть они контролируют какие-то села вдоль дороги, инфраструктуры коммуникации, которые шаг за шагом продвигаются в сторону Дамаска. Это вот специфика региона климатическая. Можно следующую картинку? Можно предыдущую картинку? А может быть там нет. Ладно, не важно все, следующая. Это структура. Ну на самом деле особо нечего рассказывать. Структура ИГИЛ была основана на таком квази-государстве. Допадное еще средневековое государство. То есть оно не очень сложное. Есть центральный орган управления, экономический совет, военный, правовой. Есть местные органы управления. У них есть сложная система соподчинения. Сложная почему? Потому что в зависимости от того, какой лидер боевиков возглавляет какое министерство, таких людей он с собой приводит в местное подчинение. Естественно военное министерство пришло как раз в Шишани как самый главный командир. И привел он туда в подчинение выходцев ущелья, туркоманов и прочих и прочих. Но в целом интересен уже сам факт, потому что например эта структура не похожа на структуру не столько на структуру компаний скажем так, сколько на структуру все-таки какой-то территориального образования. Можно следующую картину? и именно на этом этапе в конце 15-го года когда взял Масул Тикрит приближаясь к Багдаду тогда исламское государство активно начало пиариться и появились все распиаренные изображения. Я не стал искать понятно что там много жестких кадров которые они показывали напрямую то есть они снимали фильмы высококачественные вот этот кадр например он только чуть-чуть представляет то как эти фильмы поставлены очень красивые съемки с нескольких кадров чуть ли не в 3D съемки с дронов съемки с нескольких углов это выглядит как высокобюджетный фильм они это еще делали в HD все очень серьезно естественно эти фильмы в какого-то момента когда все сполошились найти их слава богу уже не получится наши силовые структуры и спецслужбы работают хорошо фильмы активно убираются из сети хотя вы сами понимаете интернет такая помык что там все это естественно при желании можно найти и это конечно был сильный ход потому что публично показывать казни и ссылать видео публично казни людей по интернету еще придумал все время заркауи это там иногда делали талибы но они в основном делали адрес другой группировки посылали конкретной силовой структуре они по телевизору показывали вот заркауи тот самый первый он придумал как раз давайте мы это будем транслировать давайте мы будем показывать чтобы с одной стороны все боялись а те кто за нас чтобы они гордились смотрите что мы можем делать вот исламовское государство поставило это на поток потом поговорим немножко о финансах исламовского государства денег у них было много фильмы снимали профессиональные то есть у них приезжали съемочные группы все это монтировалось не факт даже что это на Ближнем Востоке монтировалось в итоге накладывался звук то есть нанимались студии ну мало ли там может так сложно где-то на аутсорсе нанять почему я выбрал на эти картинки то есть они обычно показывали в фильмах они показывали стройными рядами игиловских солдат которые тренируются с идеальным встроем и все такие прям воины джихада есть такие же кадры где маленькие дети там начиная с 4-5 лет также тренировались в лагерях также на практике занимались там убийствами вот чтобы привыкнуть ну и прочее дальше кадр собственно один из кадров казни которые все тоже были постановочные знаете там одни из первых это было сжигание заживо иорданских летчиков две недели назад это было сжигание заживо турецких военных на территории Сирии снятое с нескольких углов там дрон облетает ну но при этом самое в этом все пугающее что выглядит это пугающе качественно то есть это выглядит как кино учитывая какие сейчас идут фильмы иногда сложно отдавать себе отчет что то на что ты смотришь является не постановкой настоящими кадрами убийств кроме того у них очень хорошо был поставлен всегда кадр это как бы символически например когда они в Ливии даже проводили съемки и они стояли в ряд спиной к морю сзади были волны такие тучи накатывали и вот они отрезали там головы вот но это было символично потому что как бы они отрезали головы военных которые были связаны с Европой а у них за спиной была естественно Италия тот вот канал через который сегодня беженцы идут в Европу там тысячами и там уже погибают переворачиваются на лодках и прочее и прочее то есть вот вот они еще тогда на этом месте снимали как они символически стоят спиной к Европе и вот Европа вы следующий мы скоро придем третий кадр это кадры того как люди из разных стран говорящие на разных языках обычно стоят компаниями на улице берут микрофон и рассказывают как они приехали в исламское государство как здесь здорово сжигают паспорта свои разрывают говорят что нам больше не нужны паспорта в исламском государстве нет никаких паспортов мы все мусульмане ура-ура джихад ну и кадры того как они общаются с молодым поколением очень много таких наставнических что приезжайте в исламское государство у нас есть наставники если вы уже взрослые у вас есть дети ваши дети попадут в хорошие руки смотрите их научат как правильно отрезать головы как правильно держать автомат как правильно быть настоящим таким радикальным шариатским мужем который своей жене не разрешает выходить из дома и прочее и прочее нам учим и там показывали школу тренировочного гиря можно в следующий вот да это уже наверное следующий момент это уже вторая часть более общая хотя я как-то все равно не стал сильно сосредотачиваться на деталях исламского государства то есть у меня все равно общая ну ладно короче что происходило дальше в 30 сентября да в общем 30 сентября началась операция ВКС Российской Федерации в Сирии мы неожиданно появились на Тулбазах на Тенжелик и Тартус и начали наносить войну воздушный удар думаю все в курсе здесь спасли мы на самом деле сирийское руководство в последний момент потому что у Асада объективно не оставалось сил армия воюет уже пятый год и ну просто и морально и физически истощена террористических группировок становится все больше и больше тому же понятно что все это не стоит на месте есть как бы исламское государство какие-то туркмены и какие-то шишаниты чеченцы они уже стали входить не в исламское государство например Ахрара-шам какие-то из них там Ахрара-шам это такая салафитская такая радикальная организация которая изначально создавалась Турцией на Ближнем Востоке то есть она такая протурецкая но они туда пришли потом они поссорились потому что они не хотели быть за Турцию они хотели быть против нее там Ахрара-шам раскололась из нее вышли там львы Шама Ахрара-шам там переименовалась и вот так там все идет этих группировок там на самом деле десятки можно порекомендовать наверное два сайта это институт Ближнего Востока это тот который Сатановский возглавляет знаете он часто выступает на телевидении ну точнее он основывал там публикуется очень много материалов в том числе обзоров но единственное аналитические статьи там подписки платные вот а второй хороший сайт называется Site Intelligence Group он так пишет как сайт это очень крупная авторитетная независимая аналитическая организация которая занимается анализом именно аналитическая которая анализирует террористические группировки и у них есть интерактивные карты у них есть списки по дням то есть они как-то мониторят ситуацию в любой момент можно зайти и посмотреть что там происходит на территории Сирии какие где группировки кто куда перешел какие они делали заявления то есть они за этим делом сидят там же и аналитика есть отличный источник тут наверное сразу еще упомяну какой еще есть хороший сайт есть Anna News Info замечательный портал который в свое время поднялся после войны 08-0808 с Грузией потом очень сильно зарекомендовал себя во время конфликта на Донбассе на востоке Украины там в чем интересно если туда зайти он выглядит довольно ну так трешово то есть такой странный сайт но там очень грамотные статьи потому что чаще всего там много информации с полей там не обязательно читать именно аналитику там интересно всегда смотреть что называется записочки с полей очень часто там даже какие-то новости пишут собственно не знаю оплаченец на Донбассе вот он сфотографировал на телефон много чего там не знаю снял селфи и написал какую-нибудь там записку и вот ее выкладывают на этом сайте вот у сайта есть такой хитрый момент мы как-то в свое время рассказали знающие люди что он зарегистрирован в Абхазии и поэтому с ним невозможно по-нормальному судиться потому что иначе его давно-давно вы уже закрыли так как для того чтобы с ним официально судиться это получается сложная процедура юридического признания Абхазии вот как бы он зарегистрирован там но материалов там очень много и по Сирии в том числе и главное что они вот такие вот из соцсетей то есть с полей лучше всего смотреть там статьи которые без не аналитику а именно просто набор фотографий набор видео какие-нибудь там кадры скриншоты как называется онлайн юз инфо вот еще не знаю может быть слышали есть блогер Эльмирид вот я не очень до сих пор понимаю откуда у него ну как бы какой у него бэкграунд потому что он такой просто удача водяечка но он очень хорошо пишет блог под псевдонимом Эльмирид и зачастую пишет его как бы очень-очень-очень грамотно из-за чего мне создается впечатление что он знает нужных людей ну это как вот там Исаев который писал 17 дней не весны он же лично знал очень многих людей из разведки и там на кухне с ними пил чай писать он об этом не мог но знал как это устроено вот Эльмирид видимо так же часто на кухне пьет чай не колется никого не сдает но очень хорошо рассказывает про ситуацию явно со знанием дела Эльмирид Эль вот ну это такие скажем очень хорошие и нейтральные ресурсы но где точно особо не будет никакой жести и при том жести не в плане там крови жестокости а в плане ну там не будет какой-то странной одиозной информации вот так скажем ладно начались действия ВКС я бы подул то вот под каким углом понятно что там есть две коалиции с одной стороны в Ираке есть коалиция Соединенных Штатов которая считается самой большой коалицией в истории человечества ну как называют это США потому что в нее входит 64 страны там кажется есть еще в эту коалицию сейчас Эритрия входит в коалицию Саудовской Аравии а в эту входит по Мугану если не ошибаюсь ну вот но реально понятно в этой коалиции действует там только 3-4 страны мы выступаем Российской Федерации мы там выступаем на стороне Сирии по официальному приглашению и координируем свои действия с Ираном с Турцией мы сначала просто координировали действия потом сбили самолет мы чуть было не начали воевать с ними потом в Турции был переворот почти почти удашуся после этого мы с Турцией теперь опять вместе ну это геополитика ну без эмоций кстати это интересно по поводу переворота в Турции дело в том что переворот в Турции он же совершался напрямую против Ардогана совершали его военные если даже не казить деталями то в принципе чем могли быть недовольны военные во-первых мне нравится что на востоке страны идет гражданская война с курдой об этом не говорят в прессе но там настоящие военные действия им не нравится что турецкие военные посылаются в регионы Ближнего Востока прежде всего в Сирию для того чтобы воевать там с радикальными группировками за идею пан-тюркизма хотя это явно регионы но не то чтобы турецкие все-таки арабские и ну все-таки турецкая армия достаточно сильно уже устала подобных вещей турецкая армия также всегда была одной запор государством и вообще залогом того что еще заложил в свое время ата-тюрк то есть что армия должна быть светской и максимально сильной и независимой потому что она может защищать государство от любых кренов там либо в религиозность либо наоборот там завинчивание гаек еще больше там единоличной диктатуры вот эрдоган делает и то и другое при нем очень сильно сделан был акцент на исламизм в Турции почему потому что ну это удобная форма то есть если мы хотим организовать какой-то контроль на большой тюркской территории там Татарстан Крым и все вот эти регионы в том числе Центральная Азия то это нужно делать по каким-то ну общим каналам каким можно делать ну по исламским каналам ну естественно здесь выступать тоже как организаторы спонсор таких ну не очень умеренных течений хотя конечно не таких как исламское государство но не умеренных это вот всякие террикаты ну как бы ордены вроде Нагжбандии и прочее прочее то есть как бы исламистов в Турции много и Турция в общем-то их поддерживает это ее ребята и вот турецкая армия не очень явно нравилось усиление позиций исламистов в Турции а переломить это казалось естественно вместо свергнуть Эрдогана и остановить его политику это по антиркизму ну сделать это не получилось но в Турции понятно что проблем тоже очень много поэтому сегодня мы сотрудничаем что интересно еще по поводу ислама дело в том что ислам он изначально ну на мой взгляд все таки все таки гораздо сильнее чем например христианство ориентирован на бытовую сторону жизни в нем более детально что ли прописаны бытовые эффекты не связанные как таковые с религией ну понятно что религия она в той или иной мере то есть человек религиозный это понятно жить по религии но в исламе прописано довольно много деталей которых изначально не было как таковых там христианство ну имеется ввиду то есть там и по поводу заработка и по поводу поведения в семье и домостроя и многих-многих вещей ну в том числе это способствовало то что религия изначально формировалась очень открыто Мухаммад это действительно полностью историческая личность у него есть жизнеописание мы знаем что там у него была и семья и дети и он занимался бизнесом довольно успешно потом он лично ходил в завоевания то есть он еще был солдат, воин, полководец ну все про него известно и большую часть как бы того что содержится в исламе он показал еще своим примером о том что ну вот ну Мухаммад например сидел в мечети и заключал там сделки торговые или там он читал лекции там же или просто отдыхал и спал и поэтому с тех пор ну естественно мечеть это не религиозный храм а это дом который объединяет мусульман но при этом делать там можно что угодно я не знаю были ли у кого-нибудь в мечети но там очень интересно то есть ну там действительно приятная очень такая постановка там не знаю дети сидят делают уроки на полу там все ходят знакомиться кто-нибудь там чай берет то есть такой форум римский форум и ислам он строится на толкованиях как таковых понятно что нельзя было сколько тысячелетий прошло столетий нельзя было прописать все и конечно реальность меняется меняется реалия жизни условия быта поэтому нужно каким-то образом ислам толковать и подстраивать его все время под эти условия или наоборот быт под него подстраивать и поэтому в исламе самое важное что там есть это умение толковать религию отсюда у них есть разная степень религиозных ну в смысле разные виды религиозных степеней которые идут там возрастающие но наверное самые известные это в Иране там есть Арахбар Айталахмени а есть Айталу иногда говорят что это режим тиклатуры Айтал на самом деле там сложно назвать это диктатурой это больше похоже на такое государство представление Аристотеля идеальное правление мудрецов потому что одних великих Айтал там 22 а Айтал там 29 и там огромная сложная иерархия и вот что интересно каждый из них считается как бы равноценным то есть есть великий Айтала есть такой же великий Айтала и их точки зрения могут быть диаметрально противоположны даже в рамках одного направления например в шиизме и отсюда важная роль личного авторитета таких руководителей это я сейчас просто пытаюсь выйти на тему почему во всех этих организациях постоянно есть какие-то духовные лидеры почему все время там духовный наставник духовный лидер ну потому что чаще всего если даже убрать оболочку там почему это радикальный ислам дело не в этом дело в том что обычно во главе всех таких группировок хотя бы как ширма но стоят некоторые люди выдающие себя за авторитет я вот так это обозначил потому что есть вот например в Бабакаре Багдаде это чистой воды ширма там в марте 2014 года была новость что его убили потом была новость что нет потом его уже раза 4 убивали и была новость что он в Ливию уехал потом вернул при том информации никакой все что у нас есть там одно видео обращение два обращения две аудиозаписи с его голосом и все и там несколько фотографий жив он не жив вообще непонятно и это не важно потому что важно другое это означает что он фигура в общем-то не играющая никакой роли в самом исламском государстве он говорящая голова то есть он не гениальный стратег который там придумал эту всю организацию он просто лицо которое говорит на камеру таких там много в исламском государстве в чем еще проблема дело в том что с 15-го года американская коалиция поубивала очень много представителей вот этого бывшего крыла база ну там самый известный был это из-за от дури в чем здесь проблема почему убивали именно их потому что их просто знали ну то есть если когда-то мы захватили эту страну этих всех людей там посадили в тюрьму или уволили то наверное эти люди где-то там на кончике пера есть в успехслужбе их можно как-то опознать там выйти и сбросить на них там ракету гораздо сложнее находить вот этих новых там пришлых какие-то которые приехали вот где как через кого на них выходить и вот поубивали довольно много лидеров партии БААС что вообще-то не пошло на пользу делу поскольку все-таки в исламском государстве помимо радикалов там было еще течение которое не относили к себя к радикальным фанатикам то есть бывшие офицеры они просто талантливые организаторы военных действий но совершенно не обязательно что им охота резать голову и даже доходили какие-то слухи что там было довольно много притворить что же Изата Дури очень влиятельный офицер Садамовский но он вообще не соглашался то есть Шишани он вообще был в контрах а со многими другими отказывался общаться и не поддерживал политику хотя формально он был в исламском государстве почему он был в исламском государстве а потому что многие из них воспринимали все вот это оголтелую фанатичность жестокость и прочее как как способ как инструмент расширения государства как инструмент сокрушения противников как выжить а внутри самого государства уже можно строить что-то более интересное можно вернуть себе страну то есть мы можем действительно сейчас захватить территорию и как много раз в истории бывало построить какую-то страну но проблема в том что так сильно выкосили офицерский состав БААС что на сегодняшний момент в руководстве ИГИЛ там одни только исламисты уже прошел естественно двор и поэтому там все максимально фанатичные они находятся там в исламском государстве притом не только на территории Ирака и Сирии там там вывод карты как раз которая называлась Site Intelligence Group там просто карта мира и там точка невозначенных государств и разные группировки которые в разных частях мира посигнули на верность исламскому государству их там очень много потому что многие из них это делают просто узнаваемый бренд просто мы распечатали флаг исламского государства там повесили все мы теперь исламское государство мы там часть всемирного халифата мы теперь не какие-то там непонятные а мы теперь боремся за великую империю там при том это могут люди там в Индонезии где-нибудь на коммунте острове и таких примеров много тут можно сразу сказать по поводу терактов в Европе ну не будем в это углубляться но исламское государство с удовольствием берет на себя все ну любой теракт который происходит более-менее резонансный серьезный сам государство с удовольствием возьмет его на себя потому что это часть его имиджа он ведет бесконечную войну эффективную а значит чем больше успешных операций тем эффективнее война а вот вот этим он занимается по поводу по поводу отношения к людям надо сказать как только он радикализировался и там остались окончательно только фанатики отношение к людям стало гораздо хуже то есть если сначала понятно там были конфликты на этнической религиозной почве ну там грубо говоря вешали шиитов например или там расстреляли там несколько тысяч курсантов военной академии которые тоже были курды и шииты ну понятно этническая религиозная почва то потом там началось завинчивание гаек то есть началось что там в доме нельзя по-моему несколько месяцев назад они приняли фету то есть закон что например в доме запрещены кошки если в доме найдена кошка за это там 85 ударов плетью ну вот и ну и так далее то есть там что женщины не имеют права делать то там то 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 ну конечно дошло уже там просто до безумия то есть ну как бы какой-то крайний радикализм почему потому что все эти законы придумывают небольшое количество людей которые опираются на радикальных боевиков профессиональных которые вообще не из этого региона они как бы ну они рады что они сюда пришли они тут как бы короли а люди это огромная масса в общем-то людей безоружных которые можно управлять и ну не знаю взять Алеппо очень хорошо показало как местное население в общем-то исламское государство само ненавидит и поднимает бунты и в то же время как жестоко эти бунты подавляются когда в исламском государстве начались проблемы с деньгами сразу начались восстания в Масуле в Алеппо в Дайразоре было большое восстание почему потому что самая простая логика исламского государства была такая что давайте мы просто у людей отберем вообще все ну то есть если у нас стало меньше денег то значит мы просто будем как бы у людей отбирать деньги зачем грубо говоря сделаем там максимальные налоги любой дом все принадлежит государству ну естественно люди там просто голодали многие умирали от голода и пытались сбежать а естественно если ты начинаешься сбежать там за это убивают ну и вот началась такая сложная коллизия то есть в общем-то исламское государство сегодня внутри оно держится на штыках и проблема в том что у него довольно сильно иссякли ресурсы как сказать денежные то есть он не так богат как он был богат там пару лет назад в том числе благодаря действиям прежде всего российских ВКС потому что мы очень сильно бобили его инфраструктуру вот ну и плюс часть руководства можно следующую картинку да вот я наверное просто зачитаю чтобы не уходить в сторону основные источники дохода исламского государства тут наверное не будет видна инфографика я вот нашел вашу картинку вот изначально деньги которые у них были это были дотации которые они получали от Саудовской Аравии потом когда они перешли на самообеспечение вот в чем была их особенность во-первых при захвате города Масул они получили как минимум 500 миллионов долларов наличными при этом им досталась ну там собственно вся сокровищница местных банков в том числе Национального банка Ирака и там по разным оценкам было еще тоже около миллиарда при том в драгоценностях и золоте вот а это очень просто это конвертируемые вещи то есть это не то что у тебя валюта из чего состоит бюджет исламского государства во-первых 10% налог на любую прибыль на территории исламского государства 10% налог от любых денежных транзакций ну естественно там на территории жило очень почти 8 миллионов человек естественно была своя экономика рынки школы то есть люди торговали на все это был 10% налог дальше работорговля в общем очень много денег на это уходило и работорговлю они поставили на поток то есть ну там официально в виде на рабство государства дальше деньги от людей желающих покинуть территорию вывести оттуда своих родственников ну тут я все-таки остановлюсь я хотел просто ожидать потому что сегодня пока я сюда ехал пришло в голову такому что ну памятный человек хочет что я хотел из исламского государства ему говорят заплати денежку и уезжай и если у меня есть возможность он там все продал семью увез и сам уехал вопрос как же это может составлять серьезные доходы для квази хоть и квази но все-таки государство которое ведет войну на нескольких направлениях и вот о чем я подумал в Европу приехал на одном моем сколько уже под 2 миллиона беженцев 1,8 миллиона беженцев какая-то часть из них это ну не важно кто из них насколько честный беженец но смысл другой понятно что они валят толпами пользуются открытыми границами Евросоюза и довольно много было информации что например приехать с Ближнего Востока это где-то от 20 до 35 тысяч долларов на семью стоит то есть семья все продается что у нее есть платите деньги нужные люди садят тебя на лодочку перевозят тебя в Ливию там другие люди тебя берут на баржу садятся в трюм пересылают там на Корсику и вот до того же через какое-то время ты сижу в Брюсселе или там во Франции в лагере Кале и все такое вот если представить там 25 тысяч ну допустим даже там 10 процентов всех беженцев заплатило такие деньги допустим что ну понятно какая-то часть из них если они бегут с территории военных действий Сирии и Ирака понятно что они бегут через людей из самого исламского государства которые на этом навариваются не только и других группировок тоже но вот из исламского государства они на этом навариваются и просто даже если представишь что это там не знаю 1 процент их всех оттуда идет но это все равно получается очень большой просто 35 тысяч вот исламское государство заманивало к себе профессиональных боевиков например из Центральной Азии предлагая им порядка 5000 долларов подъемных любую незанятую квартиру или дом на территории исламского государства который они хотят взять и платила от 200 до 400 долларов в зависимости от должности если ты инженер-ученый химик или архитектор то платили до 400 долларов так обычно в среднем 200 ну то есть условно если с кого-то сняли 30 тысяч долларов то можно нанять несколько человек таких на несколько месяцев или одного надолго то есть в общем-то рабочая схема вполне себе постоянный такой переток иммигрантов мигрантов вот да в исламском государстве была большая миграция как известно и многие действительно там остались многим нравятся всякие фанатики которым нравятся тем, чем они занимаются которые привозят туда семьи и детей есть те кто и оказался обманут тоже есть хорошие авторские журналистские расследования людей которых там вербовали они уезжали вот а там оказывалось что им платят 10 долларов и едят они хлеб а живут на улице а руководит им какой-нибудь туркмен который их там бьет палкой и бросает под пулемет как пушечное мясо вот и они пытались вернуться у некоторых получалось у некоторых там оставались или их в рабстве продавали то есть такое тоже возможно вот 21 век роботорговый вот и наверное тут надо сказать про нефть давайте следующий слайд да вдоль границы с Турцией было 4 основных города через которые шли дороги и исламское государство торговало нефть Ирак вообще в свое время был кажется четвертой страной по добыче нефти в мире и нефти там до сих пор очень много вот исламское государство торговало нефтью по 10-15 долларов за баррель то есть совершенно спотовые цены и перевозил их вот так фурами то есть фуры и в них просто стоят бочки с нефтью и вот так они бесконечно коридорами ехали 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 и это обеспечивало исламское государство где-то 2,5 миллиарда долларов чистого дохода в год для сравнения по оценкам самым смешным по оценкам Forbes ежегодный доход аль-каиды составляет в районе 300 миллионов долларов то есть как бы когда исламское государство занималось вот этим это было действительно государство то есть это практически как мега корпорация возили нет в основном на территории Турции на территории Турции некоторые нечистоплотные всякие люди и компании это все тихонько накачивали в хранилище перепродавали через нефтеналивные порты и возили там по всему миру ну и соответственно перепродавали уже дороже потому что нефть он дороже стоит то есть в Турции многие на этом заработали когда мы с Ардаганов рассорились вот у нас пожалуйста даже Киселев был спецвыбус где он рассказывал про всю вот эту вот нефтяную экономию к ИГИЛ как кому они продают деньги и прямо фотография показывала людей в Турции которые руководят компаниями ну вот которые там ночуем и зафрактованные танкеры которые эту нефть потом увозят нельзя с ним правильно то есть исламская СССР подавала нефть возил его вот так тоже очень показательно потому что ну зачем собственно там внести провода газопровода какие-то сложные нефтеналивные порты регион жаркий нефть не застывает то есть налил бочку и везешь просто можно светочку картинку мне светочки очень нравится таких было много смотрел когда прям на ютубе смотрел это вот караваны из грузовиков ну то есть из фур 12 колесных по-моему выглядит впечатляюще то есть сколько тут фур вот ну понятно что все эти фуры это очень хорошая цель для авиаударов поэтому очень сильно пострадала экономика исламского государства после того как конечно начали самолеты летать и все это активно уничтожать вот это все шло в Турцию что тут еще важно помнить следующую картинку да я решил это вот так проиллюстрировать ну понятно это Пальмира музей Пальмира самую которую мы взяли Герги выступил потом мы ее потеряли опять один из важнейших источников дохода это торговля произведением искусства ну это регион Сирии Ирак ну это вроде древнейшая культура все Шумера Кхады Мавилон это все там поэтому когда показывали кадры они демонстративно уничтожали музейные экспонаты младками и какие-то из них ну вот сейчас приходят в эти музеи они действительно уничтожены древняя статуя у них голову у них тоже там не знаю сфинксу отломали там крыло ну и конечно много чего устроили учинили то есть сейчас все это будут реставрировать как-то пытаться там разместить вот но тоже как бы нельзя это не подтвердить не провернуть но довольно многие говорили что если смотреть эти кадры того как они разбивают эти статуи то по-моему большинство экспонатов которые они там разбивают это в общем-то гипсовые раскрашенные копии реплики а где находятся настоящие экспонаты мы не знаем где-нибудь там частная коллекция кого угодно где-то на планете то есть ну понятно что там эти все вещи стоят миллионы об этом впервые я услышал когда не помню кто из экспертов рассказывал я даже потом посмотрел действительно на на аукционе в Нью-Йорке была продана брошь какой-то там 2600 год до нашей эры ну вот старая брошь золотая она там была продана за 22 миллиона долларов ну естественно это была на нинукс он все как бы не называется имя покупателя но при этом эта брошь ее последнее местоположение было как раз там в Масульском музее иракском ну то есть вот пожалуйста все эти экспонаты они там попадают перепродаются и приносят десятки миллионов долларов ну все в сумме это дает приличный доход на который вполне можно содержать военизированные государства следующий слайд это вот то что я говорил это сайт intelligence group вот точки это все организации которые как бы считаются вассалом исламского государства у них у всех понятные свои тоже интересы кто-то просто хочет известности кто-то хочет деньги получить кто-то завести выгодные связи с боевиками то есть попасть в большую террористическую соцсеть мировую вот самое серьезное из всего что здесь есть это прямое отделение вообще это можно разделить на три отделения те три группы террористические группировки которые уже существуют объявили что теперь они подчиняются ИГ дальше это террористические группировки которых ИГ называют своими вассалами но которые это не подтверждают и не опровергают например это Ахсарбейт Альмахди в Египте на Синейском полуострове вот исламское государство еще в 14-м году назвало их своим аффилиатом но они сами это отрицают с тех пор Альмахди 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 это другое Асенбейт Альмахди И самая серьезная группа то есть те группы которые созданы напрямую в Исламском государстве третья группа прям прямые ячейки самая серьезная их в Афганистане и в Ливии из тех группировок которые вроде как присоединились к Исламскому государству самая серьезная это Бока Харам в Нигерии там где сгибается Африка серьезно потому что Бока Харам сама очень большая организация террористическая и фактически когда они стали сотрудничать с исламским государством это открыло исламскому государству доступ во всю центральную Африку классическую потому что все те государства они находятся под Боком практически под контролем Бока Харама а Бока Харам кстати по стилистике ничем не уступает в исламском государстве вопрос как-то Мы больше об этом говорим, а если вот посмотреть, что творится в Африке, а там постоянно идут воины, нескончаемые в многих частях, ну там жестокости тоже хватает. Можно следующую картинку? Ну это просто нарисовать сферу ударов, куда у нас были первые удары направлены. То есть вот мы четко находились на побережье, ну мы в Российской Федерации, и вот собственно как летали самолеты. Основная задача первого этапа, по крайней мере, борьбы, она была, ну понятно, оказывать военную поддержку, вооруженную поддержку силы Масады, воздушную. Но главное было не позволить, чтобы страна разделилась на две части. То есть все доходило до того, что вот эта маленькая ниточка, а там идет скоростное шоссе, вот если она была бы перерезана, то получилось, что ближе Масады находится сразу вот все, состоит из двух независимых частей. И, конечно, это было серьезно, подорвало силы. В целом, исламское государство в основном находится на юге, на севере в основном находится вот то, что называется сирийская оппозиция. Это Ахра-Рашам, свободная армия Сирии и прочее, прочее. Хезбалла, пришедший из Ливана, это вот как бы тот кусочек ближе к Средиземному морю на западе, оттуда, собственно, пришла Хезбалла. Следующий кадр. Это я уже так потихоньку вывожу в настоящий момент. Это вот, я бы повторяю, стрелками обозначить то, что сегодня является такими ключевыми моментами, то есть где идут главные бои. И основное государство, вы уже прямо поняли, оно как бы таким пятном, где-то посередине идет, таким неровным. До недавнего времени была битва за Алеппо. Алеппо мы взяли вместе с сирийской армией. Там сейчас все хорошо. Действительно очень серьезный момент. Это второй по населению город Сирии. И, ну, фактически, как я уже говорил, это опорный пункт. То есть, взяв этот город, почти весь регион начинает уже, ну, все, осталось только додавить. Вот на этой неделе идут большие бои на юго-востоке от Алеппо. Там воюют всяких Хезбалла. Притом очень смешно с какими-то трофейными чехословацкими гранатометами. Непонятно, откуда они их достали, но выглядит очень забавно. Но там воюют и успешно теснит исламское государство. А там именно исламское государство. На севере от всего этого, на севере от Алеппо, находятся группировки оппозиционные режимы. Они делятся на две группы. Одна — это просто оппозиционеры, которые все уже перемешались, но по разным причинам. Но все-таки оппозиционеры, вооруженные, восставшие. Вторая группа — это тех, кого в свое время пестовали турки. Это исламисты. Или лучше их называть, не знаю, как их называть. Фундаменталисты давайте. То есть, ну, все-таки радикальные, но не до такой степени, как исламское государство. И скорее с идеей пантюркизма. Но они все, как я уже говорил, написано, раскалываются и снова собираются. Именно поэтому так долго идет война. Потому что каждый раз, когда американская сторона предлагала переговоры в Женеве, формат переговоров непонятен. Потому что каждый раз, когда просили предоставить список, ну, как вы знаете, у нас это СМИ активно все рассказывали, что ни разу не предоставили вообще списка организаций. То есть, если мы проводим конференцию, какие организации считаются оппозицией. И вот списка такого не предоставлены. По понятным причинам. Потому что если когда-то еще можно было назвать сирийскую свободную армию условно там, умеренной оппозиции, поддержать ее и с ее помощью свернуть асады, как это сделали в Ливии. После чего этой страны не существует. Можно было бы то же самое сделать с асадом. Но сегодня это уже сплошь везде террористы, которые там везде замешаны, запятнаны и непонятно. Ну, со стороны Сирии, Ирана, Турции и России подход другой. Это подход скорее все, кто хочет разговаривать, скажите об этом, пришлите сообщение и сложите оружие. Ну, условно, не стреляйте. Потому что мы как бы, мы бомбим, просто скажите, что не надо вас бомбить, мы не будем. И стрелять вас тоже не будем. Так удалось, между прочим, собрать уже порядка там 200 группировок. И вот сегодня все дошло до того, что в Астане начались переговоры. То есть это довольно эффективная практика. Когда мы воюем, а если вы хотите перестать воевать, ну, тогда давайте разговаривать. Естественно, что это не распространяется на ИГИЛ и на Джабхата Мусор. Они в любом случае считаются подлежащим уничтожением. То есть это у нас все первый фронт. Это в Сирии, Алеппо. Там сейчас идет попытка переговоров. Я так понял, что сводится она к тому, что мы пытаемся через Турцию взаимодействовать на протурецкие группировки, в оппозиции, чтобы совместно с турками и этими группировками воспользоваться моментом и напасть, собственно, на аль-Каидовские группировки. Аль-Каида — это вот тот самый Ахрар Аш-Шам и ИГИЛ, условно. Ну, как бывший выходец из Аль-Каида. Кстати говоря, я тут знал, что на этой неделе Ахрар Аш-Шам начал воевать друг с другом. У них там два крыла, они распались на две части. И одна из этих частей присоединила к себе уже 15 других военных группировок местных. То есть, ну, грубо говоря, Ахрар Аш-Шам сейчас укрепляется. И, скорее всего, в ближайшее время она станет самой большой вооруженной силой на территории Сирии. ИГИЛ вытесняется как бы на территорию Ирака, где у него много очень вооруженных сил. Не забываем, что там Масул. На восточном фронте Масул пытаются взять 64 страны вместе с Соединенными Штатами. Там творится что-то чудовищное, потому что само государство подождало нефтепроводы. Там вот эти вот картинки. Небо в черных клубах дыма. В городе, понятно, там гуманитарная катастрофа, воды, пищи. Там несколько недель нет. Городские бои в двухмиллионном городе — это полный кошмар. А наступают на город очень разрозненные силы. Потому что они как бы... Там с одной стороны действует авиация в основном Бельгии, Франции, Англии и США. Наземные силы — это США, это пешмерга шиитов, это иракские вооруженные силы, это остатки армии Адуи, которые присоединились. А с севера — это курды. И проблема в том, что большая часть этих людей они ненавидят так же. И, что называется, как организовать единое какое-то наступление на город, там, короче, там идет такая белотекущая мясорубка. И это хорошо видно по съемкам. То есть вот если посмотреть съемки, это выглядит как пустыня, и там все стреляют. Правда, прям друг с другом. И, наконец, точка по центру — это то, на чем сейчас сосредоточены основные усилия коалиции номер один Турции, Ирана, Сирии и России — это взятие Дейразора. Это город, находящийся на реке, а за ним находится Рака. Ну, то, что считается как бы столицей исламского государства. То есть это два главных города. Рака, она поменьше Алеппы, но там 250 тысяч человек. В Дейразоре тоже около 200 тысяч. То есть, ну, орешки крепкие, но сейчас будут идти бои за них. Следующий слайд. Да, в общем, вкратце подытожить. В чем отличие исламского государства? Я вот решил взять три такие, ну, по крайней мере, наиболее известных группировки. Игила Аль-Кады — это Талибан. И в чем между ними разница? Талибан, ну, он был создан в 80-х, на территории северного Пакистана, также через границу, вот как на Ближнем Востоке. Они ушли в Афганистан, начали там воевать. Кстати говоря, частично с теми самыми моджахедами, которых создавала Аль-Караиды, которые создали, ну, помогали создавать США и Савдовская Аравия. Когда там был Советский Союз. То есть это еще к тем временам. Вот Талибан, там пришли к власти, некоторое время правили в стране. Они довольно радикальные, что уж там говорить. Но они являются региональной силой. У них нет глобальной идеи, у них нет глобального проекта. В общем-то, Талибан, он даже переводится как «Талибан», это требующее. Все, что они хотят, это чтобы ушло неправильное правительство, назначенное извне, и для того, чтобы ушли иностранные силы. А Афганистан стал исламским государством. Ведь в свое время было две революции. В 79-м году была революция, исламская революция в Иране, в 78-м была исламская революция в Афганистане. Вот идея создания исламского государства, в общем-то, как бы по-прежнему живая. Талибан хочет в основном вот этого. У них нет идеи строительства великого халифата. Аль-Каида в этом плане противоположность. Потому что Аль-Каида у нее филиалы практически по всему миру. Везде у нее есть какие-то агенты влияния, сети, интересы, какие-то корпоративные альянсы и прочее. Но при этом у нее нет территориального какого-то обозначения. Она как бы везде и нигде. Вот у самого Минлана мы в итоге нашли там в Пакистане. В каком-то имении. При том, что формально территория, на которой он находился, она вообще находится под руководством Тахрики, Талабана и Пакистана. То есть это вообще другая группировка. Почему там сидел как бы лидер Аль-Каида? Ну, то есть Аль-Каида, она как бы офисы по всему миру, но не территория. То есть это действительно структура. И, собственно, Аль-Каида, Каида, это же переводится как база. И мы, по крайней мере, так говорили, что сервер, по-арабски серверы, серверы базы данных, это тоже Каида. И логика была изначально в этом, что идет война в Афганистане, там Советский Союз, США готовы подкинуть денег, чтобы там подольше все это дело полыхало. Ну, денег недостаточно, давайте подкинем кого-нибудь еще, давайте подкинем бойцов. Кто может подкинуть бойцов? Люди, которые знают местных, знают, кому дать денег на лапу, чтобы он перевез тебя в грузовичке, и ты оказался там с оружием. И вот этим делом занялись как бы Саудовцы, и этим занялись там Бин Лады. И вот он создал организацию, которая такая база данных. Вы хотите попасть в горячую точку мира в качестве боевика добровольца, вы обращаетесь в Аль-Каиду, она у вас там смотрит ваше резюме, досье, отправляется вас в такую точку, как наемник. Ну и ИГИЛ. В принципе, уже понятно, что ИГИЛ – это Аль-Каида 2.0 в том плане, что он очень сильно модифицировал ее технологии, рекрутинговые технологии пиара. Все вот эти фильмы, кино, соцсети – это абсолютно такая практически уже пропаганда. То есть все знают про это исламское государство, и все такие, типа, а что же это? Это какая-то действительно империя? Что же это там? Вроде страна, города какие-то целые захватила. И это действительно так. То есть у нее существует огромная территория, которую она контролирует. Она ассоциирует себя с этой территорией. Она не просто где-то, у нее есть вот конкретная зона. Она хочет построить на них халифат. Классический халифат, он был ровно там, где находится сегодня исламское государство. Поэтому им так хочется взять Багдад и взять Сирию. И все, и как будто на дворе 10 век нашей эры. Следующий, по-моему, почти все. Да, это будет такой завершающий. Сейчас в конце общую вещь скажу. В принципе, правдоподобный, вот сегодня, спустя несколько лет, правдоподобный звучит версия того, что вообще вся эта заваруха в Сирии и значительная часть арабской весны. Если арабская весна, это действительно был ответ, как будто рушились режимы, которые не смогли адекватно дать ответ на строительство национального государства за последние десятилетия. А те, которые там выдержали, те выдержали. То есть Египет, например, выдержал. Сирия тоже бы выдержала. Но вот Сирию решили, там, ну, дальше, там, есть Бахрейн, Оман, Емель. В Омане вообще все хорошо закончилось, без проблем. В Ардании тоже, да, каких-то серьезных проблем не дошло. В Ливане. Вот. А почему Сирию там решили додавить? В общем-то, режим Ассад действительно не является диктаторским или жестоким. Это отец его там был военным, который пришел на волне переворота. Сам Ассад, в общем-то, вполне светский. Там при нем даже большей власти пользовалась этим мать, собственно, вдова она от Сауссада. Вот. Она как раз была такая. Всех знающая, жесткая и всех строящая. И, в общем-то, население к нему не то чтобы относилось так уж плохо. Оно плохо относилось к семейству, к клану Ассадов. Вот. Это хорошо видно сегодня. Потому что сегодня, как бы, такое большое внимание на Башара Ассадов, что, в общем-то, в Сирии многие люди действительно видят в нем теперь даже иногда немножко лучше, чем то, кем он является на самом деле. Они начинают видеть некий такой символ единой страны. То есть такой, который отец нации. Так вот. Почему Сирию решили уничтожить? Продоподобная версия, что это газовая война, так называемая. Вот когда Эльмирид как-то хорошо написал, что вот есть геополитика и геоэкономика. Геополитика — это борьба за контроль над ресурсами. А геоэкономика — это борьба за контроль над маршрутами и транспортировкой. Вот это вот, можно сказать, первая такая яркая геоэкономическая война всемирная. Потому что, ну, на минуточку, в Сирии воюют не просто оппозиция и все. Если начать перечислять, там воюют все. Все против всех. Там турки сбили наш самолет. Там США 64 страны и прочее. Ну, вы поняли, почему это. То есть там воюют все. Там и Китай тоже есть интерес. Вот Китай послал свои вооружения военных советников в Сирию. То есть фактически это уже война по доверенности. То есть это полыхающий конфликт, и он будет еще долго полыхать. Почему все началось из-за газа, как представляется? Потому что, ну, не буду уходить в тему газового рынка. Во-первых, потому что я тут не разбираюсь. Но изначально все это дело затеяло две страны. Это Катар и Саудовская района. В основном Катар. Катар, он активно спонсирует террористические группировки, потому что это маленькое государство. Точнее, площадь Московской области 44 тысячи квадратных километров. Площадь Катара 10,5. И население у него 2 миллиона. При этом это страна, у которой третьи, а нет, у нее первые по объему запасы газа и третьи по добыче в мире. И, в общем, денег у них очень много. И так как деньги явно лишние, то занимаются они налаживанием всяких там своих сфер влияния по всему миру. В том числе активно поддерживают терроризм. Поддерживают они в основном как корпоративную борьбу против Саудовской Аравии. Могу потом, я думаю, что это интересная тема. Тут как-то блекло видно, но в основном там есть карта Ближнего Востока. То есть смысл... Это же... А, точно, потому что половину другую не будет видеть. В общем, из Персидского залива сейчас, которые возят газ одним единственным способом — танкерами. У них лучший в мире газ, очень дорогой, но очень качественный, и лучшая в мире структура именно танкерами, и лучшие порты. Через советский канал массово... Нет, скажем так, им хочется привязать к себе Европу. Вот у России с Европой проблемы, Украина и прочее. Открывается рынок. Хорошо бы продавать туда газ, потому что так они газ продают в Японию, Китае. Рынок тоже большой, но там они все время сталкиваются с Саудовской Аравией. Потому что газ туда идет через Пакистан, Афганистан, через все эти регионы, там те же самые сомалийские пираты, а там все друг другу перекупают. Там саудовцы все время ставят палки в колеса. Давайте пойдем в Европу, там гораздо сложнее ставить палки в колеса, саудовцы мешать не буду. Но в Европе нужно много газа. У нас есть супертанкеры, но супертанкеры через советский канал не проходят. И приходится огибать всю Африку, плавать кругом. То есть единственный способ сделать эффективный доступ газа в Европу из самых перспективных... Вот какие самые перспективные газоносные сегодня структуры? Это Центральная Азия, то есть это при Каспии, при Каспийской области, это Катар и, в общем-то, Россия. Ну, понятно, газ много еще где есть, но просто это те регионы, которые Россия... Мы сами знаем, как у нас роль играет газ в геополитике. Центральная Азия, их мечта — это попытаться каким-то образом получить выход на мировой рынок. Единственный способ это сделать — протянуть газопровод. Тянуть его можно двумя способами. Вот условно себе представить карту. Либо на юг через Пакистан в Индию, и там в районе Ахмадабада выходить к морю, к Индийскому океану. Либо тянуть на запад через... Либо через Каспию, Азербайджан, Армения, Черное море, Средиземное море и в Европу. Либо через Тамаран, Турцию. Вот все эти маршруты, там дальше будут карты, как они прилагают, они пока что достаточно эфемерные, потому что ни Иран, ни Азербайджан не хотят становиться страной-транзитером газа, поскольку у них у нас есть большие запасы, а, соответственно, зачем в трубу пускать каких-то лишних людей из Центральной Азии в свою. Поэтому они их не пускают. Катар, естественно, здесь тоже ничего не выигрывает. Рынок газа у него отбирают, в Европу он не попадет, конкуренция возрастает. Что же делать? Было бы хорошо протянуть какую-то трубу или не дать протянуть ее другим. Вот Сирия — это хороший способ не дать никому протянуть трубу через связь в Ближний Восток и выйти к Средиземному морю. А в то же самое время, если бы получилось уничтожить режим Асада, можно было бы сделать так же, как в Ливии. То есть ограниченный контингент, ограниченные какие-то клиент-стейт, ну, клиент, в общем, создать какие-нибудь группировки, которые контролируют территорию, протянуть там газопровод и спокойно гнать газ через территорию Ирака и Сирии. Более того, если бы исламское государство, кстати, все эти территории захватило, я уверен, что Катар спокойно через него бы прям транзитом газом гнал, и ничего, договорились бы. То есть у него интересы абсолютно прагматичные. У Саудовской Аравии интересы попробовать не дать Катару это сделать, чтобы Катар трубу, если и будет прокладывать, то только через территорию Саудовской Аравии. То есть там, короче, все сходится на газе. Более того, я встречался с человеком, который мне рассказывал, что, на самом деле, в Сирии тоже довольно много корпоративных интересов России, потому что мы бы туда не пошли просто так, если бы наши крупнейшие газовые нефинные компании не были бы условно готовы к тому, что государство России втягивается в серьезный военный конфликт с соответствующими затратами. То есть интересы у наших компаний там тоже есть. И чем эффективнее мы там представлены, чем эффективнее мы разруливаем там ситуацию, тем больше мы можем рассчитывать на какие-то положительные исходы для наших, в том числе, компаний, для нашей геополитики энергетической. Можно следующую картинку? Там, по-моему, да, это вот как раз два проекта, ТАНАП и... Господи, сейчас забыл, как вторая называется. Господи, тут не написано. Я не помню, как вторая называется. О, НАБУКХА. Да, точно, НАБУКХА. Ну вот два проекта, которые так и не реализованы. По Турции пытаются стянуть газ из Центральной Азии. По той причине, о которой я вам уже говорил. Потому что, ой, как хорошо было бы газ из Центральной Азии тащить, только его можно тащить либо через Иран, либо через Азербайджан. Те просто не хотят. А на восток, то, что говорили через Афганистан, там был проект ТАПИ. Он до сих пор как бы такой... Скорее мертв, чем жив. Там ТАПИ, Таджикистан, Афганистан, Пакистан, Индия. Вот протянуть такую трубу. А, соответственно, страны Таджикистана, еще к ней подключить Туркмения. И вот якобы все, все решено. Но только как бы просто, когда мы перечисляем эти страны, там Таджикистан, ну условно, ладно. Афганистан, там правительство контролирует 30% территории. Все остальное территорию страны контролирует либо Талибан, либо сеть Хакани и прочее, прочее. Отлично, договариваетесь. Не говоря уже о том, что тамовы кадры, собственно говоря, всех друг у друга перекупают. Как там тянут газопровод, непонятно. Ну и понятно, дальше Пакистан, у которого на севере идет война нескончаемая. Вот, знаете, есть портал Vice News. Вот в Vice News есть очень хорошие ролики про рынки оружия в северном Пакистане. Там прям просто целые города, и там люди покупают оружие, стреляют прямо на улицах, из него проверяют. Ну вот, ну любое. Хоть даже историческое. И тут же там ремесленники голыми руками вытачивают там пистолеты, затворы. То есть там никакого контроля нет. Там живут миллионы людей, десятки миллионов. Вот. Ну и что здесь можно сказать? Можно с этой шикаткой? Да. Это уже почти, это уже конец. Вот. Что сейчас происходит? Вот эти вот три кружка, это там сейчас идет конфликт. В Сирии и Ирак понятно, северный. Это условно все, что против Асада. И отдельно Ахра-Рашам и Игзонка государств. Ливия. В Ливии довольно крупный идет конфликт. Притом там что-то ничего не понятно. Потому что после смерти Каддафи там племена туарегов ушли на юг, в Африку. Потом они вроде как вернулись с племянницей Каддафи. Но потом от них вообще никакой информации. Они там захватили два города и исчезли. Непонятно, что там. В Ливии в каждом городе, знаете, в компьютерной игре или в кино. То есть там бывший генерал армии Каддафи, у него под руководством 4 дивизии, он руководит городом с населением 150 тысяч человек. Это его город. Все. Предместие заканчивается, там уже другой генерал руководит другим городом. И они друг с другом воюют. То есть иногда захватывают друг друга города. Там же есть исламское государство, там же есть еще несколько группировок бывших радикальных. И исламское государство там вроде как потихоньку теснят. Недавно Сирт окончает Мазель, это большой порт, примерно в центре кружка, рядом с ним. То есть вроде бы... Ну просто непонятно в чью пользу. То есть вроде исламское государство там перестает существовать, но нового государства там что-то не появляется. И наконец Йемен. И на этом уже буду завершать. В Йемене идет, как я сказал, конфликт с начала арабской весны между законным правительством, которое власть потеряла, и которое сидит на севере, и племенами хусиитов, которые, условно, это восстание подняли. Сергей президент Ахади. На самом деле идет там война в основном между Ираном и Саудовской Аравией. Потому что... Я сказал, что хусииты — это шииты из-за егидского толка. Вот сами себя они шиитами не считают. Но Иран считает, что это братья шииты. Те говорят, ну мы как бы не шииты, но Иран считает, что они крайне умеренные шииты. Поэтому, так как это братья, то братьям нужно помогать. Поэтому там создали группировку Ансар-Алла, которая построена точно по такому же принципу, как Хезбалла в Ливане. Хезбаллу тоже создавали иранцы. И вот Хезбалла показала себя очень эффективной. То есть, если сначала она была какая-то такая непонятная, то потом сейчас Хезбалла вообще представлена в ливанском правительстве. Она одна из партий. Она возглавляет партийную коалицию в Ливане. То есть, это фактически государственная сила. При этом, по-моему, 3-4 года назад там была очередная очень большая операция Израиля. И там впервые Израиль очень сильно получил по зубам. Такого очень давно не было. И Хезбалла показала, что она очень эффективная организация. То есть, у них боевая. То есть, она может за себя постоять. Там много танков сожгли у Израиля. Там самолетов позабивали. И поняли, что схема эффективная. Значит, такие схемы можно создавать. А у Ирана у него какой класс? Шииты. То есть, как бы шииты. Шииты везде это... Ну, чаще всего это меньшинство. Вот давайте мы брать и в шиит. Собирать шиитский мир. И там везде, где есть шииты, создавать такие структуры. Вот одна из таких это Ансарала, созданная в Йемене. Тоже очень эффективная. И Иран поставляет туда и оружие, и деньги, и продовольствие. Иранские корабли несколько раз плавали вдоль побережья. И там уже были не очень приятный момент в США. Но когда-то, как у нас постоянно рассказывают, на Балтике или на Черном море близко сходятся корабли. И наш самолет близко пролетает от самолета Соединенных Штатов или натовского. То же самое происходит на всем Ближнем Востоке. То есть Иран постоянно плавает и летает рядом с Соединенными Штатами. То у него там подводная лодка всплывет, чуть ли не врежешься в корабль. То там они навели оружие зачем-то на американские фрегаты. То есть довольно много конфликтов. Но видно, что Иран считает это вот как бы... Если посчитать вот просто открыть иранские новости или посмотреть иранские новости, то они там напрямую, у них там половина новостей идет про Йемен, вторая про Сирию. Вся внешняя политика, это у них две основные темы. Йемен и Сирия. Йемен несправедливая, конечно, забытая тема. Потому что вообще там очень жестокая война. Сводовская Аравия там просто воюет деньгами и бомбит население в основном. Воюет очень непрофессионально, потому что Сводовская Аравия вообще слабая государство. С точки зрения именно классических институтов государства, вроде армии. Но тем не менее боют. Почему они боют? Потому что на юге Саудовской Аравии проживают шииты, заедиты. И на востоке. Вот там, где Персидский залив, там, где Бахрейн, там тоже находятся шииты. А значит, это все формально клиенты Ирана. И они действительно поднимают регулярно восстания. Это не значит, что Иран прямо их курирует. Но это всегда то, что Иран может использовать в своих интересах. Поэтому Саудовская Аравия еще во имя Шаха. Она там с Ираном постоянно была в контрах. Сегодня она, откровенно говоря, просто Иран побаивается. Потому что сложно что-то противопоставить Ирану. Адекватно. Потому что непонятно, чем ему ответить, чтобы Ирану тоже было больно. Вот недавно ответили, кстати, неделю назад, был там в горлышке Персидского залива, был очень мощный теракт на газопроводе, на нефтепроводе иранском, в районе Ахваза. Притом очень мощный теракт, то есть там полная жесть. Там разворотило весь нефтепровод, взорвался там половина завода. Ну и та группировка, которая на себя взяла ответственность, она вообще аффилирует на Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия все-таки находит какие-то способы Ирану тоже посолить. И поэтому мы видим, что война идет, с одной стороны, между региональными державами. У нас есть Турция со своим проектом. У нас есть Иран со своим региональным проектом. У нас есть Саудовская Аравия и Катар. Которые уже давно существуют с своими там общемировыми проектами, строящимися на деньгах финансовых потоков. И туда же намешаны все-все-все вокруг. Потому что все страны, участвующие в коалициях, все страны, на которых это косвенно сказывается. Россия здесь, что называется, Турция, Иран и Россия, мы здесь друг друга понимаем. Особенно Турция и Россия. Потому что выходцы и из России, и из Турции активно воюют на стороне исламского государства. Никому не хочется, чтобы эти выходцы куда-то возвращались. Поэтому пусть они там и остаются. И лучше воевать с ними там, на дальних подступах. Поэтому, собственно, налажена некоторая форма сотрудничества. И дальше можно? Отлично. Все. Спасибо за внимание. В общем, война идет, к сожалению. Спасибо. Спасибо. Спасибо.